МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА В Карачаево-Черкесии успешно реализуют программы национального проекта «Экология». Все запланированные на 2019 год мероприятия выполнены в полном объёме. На текущий год среди ключевых задач – второй этап рекультивации хвостохранилища Урубского ГОКа, рекультивация свалки твёрдых бытовых отходов в Карачаевске и продолжение строительства межрайонного водопровода Узжигутинского и Прикубанского районов. Плюс строительство Карачаевского сельского водопровода и объектов по водоснабжению посёлка Иркин-Шахар, села Садово и аула Беслиний. Напомним, что в Карачаево-Черкесии реализуется несколько федеральных проектов – «Чистая страна», «Комплексная система обращения с ТБО», «Чистая вода» и «Сохранение лесов». По последнему проекту этой весной в Карачаево-Черкесии высажено более 50 тысяч саженцев, в частности 8,5 тысяч дубов на общей площади 2,5 гектара. А также в рамках работ по дополнению лесных культур на площади 37 гектаров было высажено 43 тысячи кленов, ясеней и буков. При этом все работы по лесовосстановлению проводились специалистами с соблюдением всех ограничительных мер, связанных с профилактикой распространения коронавирусной инфекции. А в рамках федерального проекта «Чистая страна» в Карачаевске уже к концу года власти намерены полностью ликвидировать огромную свалку отходов, скопившихся за два десятка лет. Вот так ещё совсем недавно выглядела свалка твёрдых бытовых отходов в Карачаевске. Тонны мусора, смешанного с камнями и песком, и невыносимый запах, который в жаркие дни распространялся аж до города. А рекультивация, предусмотренная в рамках нацпроекта «Экология», предусматривает установку дренажной системы и слоё на гравино-песчаный пирог, который обеспечит надёжную консервацию этого мусора. Предусмотрены мероприятия для того, чтобы инфильтрации из почв не происходило ни в реку, ни в окружающие прилегающие земельные участки. Для этого специальными необходимыми слоями укладывается пирог этот сверху, который не допускает попадания влаги внутрь тела захороненной свалки. И это предотвращает попадание негативных отходов в дальнейшем к почвам. Свалка площадью в 3 гектара частично расположена водоохранной зоне реки Кубань. За 20 лет объём накопившихся здесь отходов составил 210 тысяч тонн, что, конечно, не могло не отразиться на экологии. Теперь пришло время исправлять ситуацию. На сегодняшний день работы по укладке трубопроводов для сбора инфильтрата завершены. В настоящее время проводятся работы по монтажу ёмкости для сбора фильтрата в ёмкостью 25 кубов. После этого будут по периметру тела свалки устроены водоотводные каналы. В результате будет восстановлено почти 3 гектара земли, а общий экологический фон вокруг значительно улучшится, что, несомненно, положительно отразится на качестве жизни 30 тысяч человек, живущих в окрестности. К слову, в Карачаево-Черкесии это не последний этап работы по нацпроекту «Экология». В следующем году в регионе стартует рекультивация ещё одного крупного полигона ТБО. Сегодня произведены уже 50% выполненных работ. Это была свалка. Сейчас она рекультивируется и запланируется завершение её в конце года. Также мы планируем на следующий год, уже 21 год, сейчас проходит сметная документация, происходит защита проекта, будет рекультивация свалки в Зеленчукском районе, в станице Зеленчукска. Это тоже один из самых будет больших проектов экологии. Также по нацпроекту «Экология» рекультивация планируется в горно-обогатительном кабинате в Урупском районе и рекультивации «Льбрусского хвостохранилища». Эти объекты тоже будут одними из обширных экологических проектов, очистка которых позволит сохранить красоты нашей республики. Друзья, оставайтесь в студии. У нас очень красивая республика. Давайте же их сейчас сделаем. Это не мой мусор, но моя республика. Под таким слоганом активисты общественной организации «Крачево-Черкесия. Территория жизни» совместно с региональным Минприроды провели еще одну экологическую акцию, очистив от мусора участок Эльтеркаческого нарзана. Природный источник, бьющий из-под земли, утоляет жажду и дает силу местным жителям и многочисленным туристам. Но многие, спив целебной воды, оставляют тут же следы своего пребывания. Исправить это дело и взялись волонтеры общественной организации «Крачево-Черкесия. Территория жизни». Мы запустили серию челлендж «Это не мой мусор, моя республика», для того, чтобы привлечь других общественников к подобным мероприятиям. Это уже не первая акция, даже не знаю, какая это по счету. Мы убирали Красногорский нарзан, другие территории. Почему именно здесь? Место такое, знакомое туристам. Сюда заезжают попить водички, подышать воздухом, но здесь очень грязно. Поэтому хотелось бы, понимая, что республика – это наш дом, чтобы наши гости приходили в чистый дом. Вместе с общественниками на войну с мусором вышли представители недавно созданного регионального Министерства природных ресурсов и экологии. Молодые люди с удовольствием сменили офисные костюмы на рабочую одежду. У нас сотрудники очень любят такие акции, поэтому нам не впервые менять свою офисную одежду на такой походный стиль и выходить убирать. Поэтому мы очень рады, что есть такая инициатива. Это очень полезно. Мы надеемся, как они инициативу свою проявили, ее поддержат. Цель экологической акции – не столько очистить эту зону от мусора, сколько показать пример другим и заставить людей подумать, прежде чем бросать мусор. Чем это может грозить и как нужно вести себя на отдыхе, знают даже дети. Мусор всегда со собой пакет носите, всегда туда его выбрасывать и потом где-нибудь в мусорку выбросить. Нигде не бросать бутылки костры, тоже за собой надо тушить, нигде не оставлять, воду не загрязнять. Мы этой водой пьем и воздухом дышим, сами себе плохо делаем. Всего в экологической акции приняли участие три десятка человек, которые за несколько часов собрали более 50 огромных пакетов мусора. Региональный оператор «Глобус» помог с его вывозом, предоставив волонтерам спецтранспорт. А чуть ранее активисты общественной организации «Крачаево-Черкесия. Территория жизни» провели аналогично «Субботник» и в Усть-Джигуте. Мы берем мусорные пакеты и прям весь мусор, который валяется вокруг них, собираем. Даниилу Липову еще нет и 10 лет, однако он лучше многих взрослых понимает, что выброшенный нами мусор – это не только грязное лицо конкретного двора или города, но и показатель общей культуры и воспитания. Я хочу, чтобы наш город был чище, потому что везде валяются стекляшки и мусор. Даниил вместе с отцом Денисом, который возглавляет общественную организацию «Крачаево-Черкесия. Территория жизни» запустили целую акцию по сбору мусора. Очень много. И на природе, и в местах отдыха, и в городе очень много мусора. И зачастую здесь дело не в том, что его не убирают. Дело в том, что его продолжают бросать, оставлять за собой, не увозить за собой. Если мы говорим, что город или республика – это наш дом, ну, каждый в своем доме следит за чистотой. Мы бережем ремонт, который недавно сделали. Почему мы так не относимся к городу, который называют своим домом? Куда приглашаем гостей? Это, конечно, непонятно. Почему человек без зазрения совести засыпает мусором буквально все вокруг себя? Этот вопрос мы сами ставим перед собой уже не одно десятилетие. На улицах, в парках, у магазинах и детских площадок, вдоль дорог и везде – фантики, пакеты, бутылки, окурки и строительный мусор. Обычно мы и не присматриваемся, а зрелище-то не из приятных. Мы убирали пойма реки Джиганас, убирали поляны, любимые места отдыха наших горожан и гостей республики, убирали, где Красногорский Нарзан, территория отдыха, его убрали. В городе здесь убирали, на выезды, на окраинах города убирали. То есть много где уже убирали. Но на этом активисты останавливаться не намерены. В их планах продолжать акцию как минимум до конца лета. Основная цель – по максимуму привлечь внимание общественности, ведь только объединив усилия, можно добиться зримых результатов. За чистоту природы Карачаева-Черкесии ратуют не только жители республики, но и ее гости. Известный путешественник, член Русского географического общества Ярослав Пашков, обратился к своим подписчикам в Инстаграм с просьбой помочь очистить от мусора склоны горы Мусаачитара. Я приглашаю вас, тех, конечно же, кто территориально находится здесь, в поселке Дамбай, присоединиться к моей акции «Чистая гора». На призыв известного путешественника убрать мусор со склонов горы откликнулось порядка 10 человек, которые ранним воскресным утром собрались на высоте 2000 метров над уровнем моря и приступили к работе. Первые мусорные трофеи не заставили себя ждать. Таз. Таз. Похоже, это наш главный трофей сегодня. Я думаю, что это будет самая достопримечательность. Я думаю, что этот таз лежит много лет на видном месте, но почему-то не приковывая свое внимание общественности. Нас ждал. Нас ждал, да. Изначально Ярослав Пашков планировал убирать мусор в одиночку, но потом решил найти единомышленников через соцсети. И пусть отозвались немногие, путешественник рад и этому. Я очень люблю Кавказ и очень люблю республику Карачао-Черкесию. В этой республике у меня есть друзья, близкие мне люди, и мне очень нравится природа. И по этой причине я решил провести свою акцию именно здесь, потому что к этой природе у меня отношения особенны. Это уже практически как второй дом для меня. Меня поддержали, и я хочу отдельно вашему телеканалу сказать спасибо. По сути, вы первые, кто отозвался на эту акцию. И теперь я вижу уже команду, и я понимаю, что все это сделается быстрее, качественно, и гора будет нам благодарна. Чтобы охватить большую площадь, группа разбилась по двое-трое, и у каждого был свой участок. Денис Горбунов вызвался убирать мусор со склона, поскольку искренне любит природу Домбая. Это наша гора, мы здесь катаемся, работаем. То есть наша кормильница почему бы нет, почему бы не присоединиться. И как бы вот за счет этого я здесь. Почаще надо устраивать такие акции. И вообще просто я удивлен просто, что это вот именно человек с Питера организовывает такую штуку. Вместе с Денисом на экологическую акцию напросились и его племянники, которые с особым рвением собирали мусор, словно показывая пример многим нерадивым взрослым. Если каждый человек кинет одну бумажку, планеты не будет. Это курорт, здесь нет, не должно быть мусора. Здесь должно быть чисто, это заповедник. Здесь есть животные, здесь приятно уже, когда чисто. Сложностей с поиском мусора не было. Он, к сожалению, был везде и в нескольких метрах от многочисленных кафе и ниже по склону. Буквально 10 минут пошло, как мы вышли на этот склон. Уже три таких полных пакета. Там два, сейчас вот еще мой. Еще плюс у других участников по пакету полному. И все мусор, все в мусоре. Десять минут пять пакетов мусора. К сожалению, это не та статистика, которой нам нужно гордиться. Собрать за один выход все мы, конечно же, физически не могли. А потому в первую очередь забирали то, что наносит особый урон экологии. Пластик, пакеты, строительный мусор. Последнего, кстати, на склонах очень много. Это к мнению о том, что в основном здесь мусорят туристы. Многие думают, что мусор из-за туристов. Мол, приезжают мусорят, уезжают. На самом деле, вот из тех десяти мешков, которые мы примерно собрали, ну, процентов сорок – это местный мусор. Потому что лопаты, строительный мусор. Вряд ли туристы приезжают со строительным мусором, согласитесь. Мусор местный, поэтому задумайтесь тоже. Безусловно, многие туристы способствуют загрязнению склонов, но зачастую у них нет выбора. Например, на высоте трех тысяч метров, где огромное количество разных кафе и множество людей, мы нашли лишь несколько мусорных урн, да и те уже забиты доверху. Большая проблема с мусорками, действительно. Что внизу в долине, что сюда поднимаешься, она либо есть, она переполнена, либо их нет. И ты этот стаканчик, бумажку, либо с собой обратно вообще в лагерь приносишь, либо несешь километр-два, там, неважно, до какого-то места. Ну, это проблема, да. То есть, если люди не хотят мусорить, но зачастую просто носят не знаю сколько, естественно, кто-то может эмоционально бросить психануть. Буквально за пару часов удалось собрать с десяток больших мусорных пакетов. Но, к сожалению, это меньше одного процента от всего мусора, все еще лежащего на склонах мусора Читара. Я хочу сказать изречением китайского мудреца Лао Цзы, путь в тысячу ли начинает с одного шага, дорогие друзья. Поэтому даже то, что мы сегодня соберем, понятно, мы не очистим всю гору за раз. Но мы сделаем большой вклад. Я надеюсь, это положит начало данной тенденции, данному, скажем так, тренду. Сама акция прошла под девизом «Это не наш мусор, но наша гора». И суть ее даже не в том, чтобы собрать мусор, а чтобы заставить задуматься всех живущих, работающих и отдыхающих в таком действительно райском уголке, как Дамбай. Шаг за шагом карта Карачаева-Черкесии избавляется от черных мусорных пятен. В том числе и благодаря нацпроекту «Экология», который как раз и направлен на решение в регионах страны подобных проблем. Субтитры создавал DimaTorzok